То есть у тебя есть одна душа, это твоя эссенция настоящая, и она после смерти улетает и, соответственно, при рождении вселяется в другое существо, там, человека, обезьяну, муху, неважно. Значит, это метамсихоз. А реинкарнация это более общее понятие, которое в себя включает в том числе и случаи, когда у человека нету какой-то одной души, какой-то одной самости, и они могут вполне себе уходить в разные места. И как раз-таки у древних египтян, и у нас сохранилась древнеегипетская книга мертвых, мы точно знаем их представление о загробном мире, мы про древнеегипетскую религию знаем больше всего вот именно про загробный мир. У них именно человек, это несколько вещей, у него несколько эссенций, и они после смерти идут в разные места. У вейкингов, кстати, было по-другому, но у них тоже человек представлял из себя совокупность нескольких эссенций. У них человек делился не, как у нас сейчас принято, на тело и душу, как у христиан, например. У них человек делился на, ну, грубо говоря, условно, то, что видно снаружи, да, твой облик, и то, что у тебя внутри. То есть то, что, ну, облик, это понятно, в принципе, что такое, значит, то, что сразу видно. А то, что внутри, это одновременно и твои внутренние органы, но при этом это и то, каким человеком ты являешься, если тебя узнать получше. Узнать получше человека можно по-разному. Можно с ним хорошо познакомиться, путь соли съесть, там полкило говна, но можно его посмотреть, что внутри находится. Вот, и человек, соответственно, на эти две составляющие части делится, и поэтому, собственно, у них вера в оборотни специфическая была в том плане, что, ну, если кто помнит там сагу о Вольсунгах, там вот один персонаж, он, например, является выдрой, но вообще-то он человек. Ну, вообще-то его брат, он дракон в Афнир, то есть, ну, потому что есть облик, а есть то, что внутри, да. Но также у них было представление о Гамминге, то есть это как бы удача, передающаяся по наследству, которую ты получаешь, когда участвуешь в войне, в бою, в качестве воина. Значит, чем больше всяких подвигов, подвиги не в смысле спасать людей, а в смысле ты там ударом, чем больше подвигов ты совершаешь, тем больше вот этой вот Гамминге передается следующему поколению, вот твоим детям. Это тоже как бы часть тебя, но она вот передается по наследству уже. А есть еще такое понятие, как фамильяр. Я не помню, как фамильяры назывались в скандинавском язычестве, но там было аналогичное понятие, то есть это животное, которое к тебе соответствует, то есть это пережитки первобытного татемизма и анимизма. И это тоже часть тебя, на самом деле. Это то, что у греков называлось даймон, то, что у латинян, соответственно, называлось гениус. То есть это вот некий дух, который, хотя, ну не совсем, на самом деле это более, даймон и гениус это более общее понятие, на самом деле, строго говоря. Ну потому что бывает там гениус Локи, да, как бы дух места, вот это все. Но, короче, я о чем? Я о том, что религии, они вообще все разные. И если с точки зрения одной религии, например, христианства, посмотреть на эдакую другую религию, например, конфуцианство, то не факт, что христианин признает конфуцианство как религию в принципе. Потому что конфуцианство, оно выглядит как этическая школа. То есть, ну вот есть этика конфуция, есть этика Аристотеля. Ну вот, какую хочешь, выбирай. Но, тем не менее, люди, которые исповедуют конфуцианство, они-то как бы со своей точки зрения, но они бы не назвали себя религией, потому что они китайцы, они не говорят по-латыни. Вот, они бы назвали это учением. Но с их точки зрения, христианство это учение такого же порядка. Понимаешь, в чем дело? Окей, значит, сузим общее положение всех религий до концепции духа, эссенции и т.д. Без загробного мира, тогда в любом случае мой тейк остается верен в общую всех религий. Концепция духа, в смысле духа, а что такое дух? Вот именно для всех религий, что это такое? Эссенции. Ну так, эссенции, мы верим в эссенции и так. Смотри, вот я взял, например, поднял тарелку. Как ты понимаешь, что эта штука является тарелкой? Ну, наверное, потому что есть некие свойства, которые делают тарелку тарелкой. Так вот, эти свойства – это эссенция тарелки. А свойства, которые делают человека человеком, это эссенция человека. А свойства, которые делают конкретно меня мной, это эссенция меня. Эссенциализм – это философская позиция, вообще, сама по себе не религиозная. Ну, по умолчанию. Про научную реинкарнацию хорошо Амар Хайяма было. Будь весел, ибо скорбь земная бесконечна, и звезды на небе сходиться будут вечно. Сам прахом станешь ты, а прах твой кирпичом, кирпич стяной жилья не твоего конечно.